Девушки отдыхают 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 Шоу интуиции 50 на 50, справа или слева Ух, начекал, начекал КМ, начинает прошивать этот угол Бомба стоит Диффузики есть У КМа, но все-таки не потребовалось диффуза Playing Ducks берут Первый оружейный раунд Хотя, конечно, тут инициатива была в руках LGBS Sports Они сами лманули центр, сами пытались Сыграть на агрессии, но их подловил Подловил один единственный Киев Который дал трипл килл Из-за ящей в центре Ну что же, Playing Ducks моментально мы видим Бегут в сторону Б дома Есть М-очки, кстати, у LGB Три М-ки и два пистолета Первый армор Ну, возможно, вот за счет девайсов удастся удивить Команду Playing Ducks Хотя Крисби врасплох Не удается Застать очередной первый минус для команды из Германии Поджим небольшой идет Зигин Но, тем не менее, LGB как-то по одному По одному отваливаются Никаких разменов мы видим Никто не делает Такое чувство, что они уже Чутка после первой карты подрасслабились 16.6 Первая карта Здесь уже все идет к тому, что статистика будет 2-2 И, сути, по закупу LGB этому волевому Возможно, даже два эко подряд Ну, смотрим Попытка выйти в точку А В принципе, это прочитали LGB Но они просто оставались на своих позициях до последнего В итоге успевают разменяться на Кирби Времени 40 секунд Бомба из ямы Тут же мы видим в Пелосе еще один игрок Ох, нет Я уже думал, растачат на самом деле LGB Так они плотненько занимали позицию Но Хелпа Хелпа все-таки убежала в самый неподходящий момент Это бомба Хотя нет, выбил бомбу На чудесах Как-то тут попадает Поле Успевает смещаться на КТ Видит еще одного игрока На балконе Ставится play-end Поле понимает, что игрок один в точке Ах, поторопился Ну, пытался быстро задавить первого Чтобы остаться 1-1 против Да еще и на бомбе Против игрока команды PlayingDucks В итоге ничего не получилось И это эко Это эко для LGB и E-Sports Ну и пожелаем обеим командам удачи Я уверен, она им пригодится Галил, кстати, закупил Тапсон Хотя, в принципе, по-моему, денежки у него были Да, 2700 Бережет, бережет Тапсон свои финансы Понимает, что против них там очень жесткий пар Действительно расслабляться не стоит Вот Крисби получил по щаму зуб спа Начало раунда не очень позитивное Для этого стрелка Но, в принципе, в целом Калаши, АВП Должны, должны свое дело делать Да, Тапсон Прочекал на всякий случай андеграунд Понимает, что где-то там В районе джангла Тусуется еще один игрок обороны Пытается подстрелить его Гранаткой И все потихоньку устаканилось Как мы видим, не торопятся Плейнг Дагс Понимают утки, что инициативу можно Потерять очень быстро на этой карте Из-за этого пока осторожничают Ну, судя по всему, ломанутся все-таки в Зигу Да, попытаются сейчас четвером выйти через Зигу На приеме Зевас Вот двоим Дали демеджа уже ЛГБшки, но девайсов нет Ой-ой-ой, Зевас! Хорошая первая голова в виде второго Еще даже попал по лицу Мы видим Игроку нападения Но нет, нет Только одного смогли унести Спецназовцы Ставится бомба Ставится бомба Игза! И на агрессии сработал Ну, понимал, понимал, что это будет Выход через Зигу Патроны закончились Это уже было неприятно Киев промахивается из своего АВП Дабсон давит коты Да, додавил все-таки Кайма Поле последнее пошел сейвить Калашников Ну и в принципе Его задача тут не умереть А при хорошем раскладе Возможно даже кого-то убить Да, не встретятся, судя по всему, тут игроки Хотя вот Киев с АВП Лол! Нет, это был Тапсон Ну, хоть не так жалко Я уж думал, что Киев Но нет Все-таки, все-таки сохраняет Снайперский девайс Боец команды Play'n'Ducks Ну и деньги есть Очень быстро у ЛГБ Как мы видим Закуп Такой Не фуловый Но в принципе неплохой Два первых армора На поле без Раскида Потому что у него в руках АВП Ну и давайте за ним как раз-таки И посмотрим Прием центра Но сюда никто не пошел Прострел Неплохой отрубина Это судя по всему Это судя по всему, где-то он Под бедном Сыграл агрессивно Рейн Как он не дожал У Кирби остается 12 хп Аркадок Ай-яй-яй До конца мы видим От Каэма ЛГБ В принципе Нужно по-хорошему Уйти сейвить Смотрим за Кирби Крисби точнее Дымком его отрезали Два хп Не позволит Как-то особенно Разгуляться Ну и в принципе Задача тут Не погибнуть Вот он Кирби с АВП Он находится в яме ЛГБ понимает Что бомба у них И никуда абсолютно Идти не обязательно Ой-ой-ой Стреляли по Кирби Поли тут же мы видим Принимает С АВП Ну и это 30 секунд Тишины будут Зайвас пытается поджать Мы видим Зигу Оп-оп-оп Никого в центре Коннект от никого Поли встречает яму Ну и в принципе На рожон уточки Не лезут Вторая карта Вторая карта Мираж На первой 16-6 Оказались сильнее ЛГБ Ну и здесь пока что Еще непонятно Мы видим Снова начало Вроде бы неплохое Для Плэйнг Дакс Но вопрос В том Как эта команда Проявит себя На дистанции Что самое важное А не вот Жестко там набрать 3-4 раунда в атаке И думать что все хорошо Нет Главное-главное Держаться на одном И том же уровне Вот она ничья И вот она ничья Денежки есть Как у одной Так и у второй команды Как мы видим Два калаша ВП У нападения Тут же Есть ВП Да кольты Все хорошо И у ЛГБ Еспортс И один Из ключевых раундов Первой половины Сейчас на наших с вами Экоранах Поли выход Мидл Какая же Жесткая у него реакция Есть минус Тут же Тапсон пробегает Мы видим За ящики Начинается раскид окна Но Поли Свое дело уже сделал И Спокойненько Возвращается Назад Этот игрок Крисби Под Би Хаусом Тусуется А Зевес тут же С Хаешкой в руках Кирби Готов выходить Из Пелоса Ну судя по расстановке Ай-яй-яй Плейнг Дакс Должны были Играть от минуса То есть Щупать по всем Фронтам своих оппонентов В итоге Напоролись Сразу На центр И Пелос Ну и вот Только сейчас Тапсону удалось Подстрелить Кайма Бомбу оставили Ближе к центру Ну и в принципе Снова-снова Стояние Вот Плейн Дакс Времени не так Много в запасе Поэтому Стоять я думаю Не стоит Кзи А по-попу Ну да Увидел только что А парень на подсадке Понятно что уже Игрок ЛГБ И след простыл В этой точке Ну и тут Никао Кзи не увидит Бомбу ему отдали Ну что же Тапсон 22 хп Видимо попытается Сыграть в размене Время Мкрисби Хороший молотов на машину Зевес начинает гореть Но недолго он горел По-хорошему отошел Очень быстро Поли Вот это жесть Минус 1 В его исполнении Зевес Тут же прячется ближе к Ох Боковой позиции И прием 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 от команды ЛГБ Кзай последний У него бомба Поставил Да поставил Ну и что же На отстрел На отстрел Нужно ему тут сработать Кичин Плюс Зига Информация По крайней мере По одному у него Есть Есть Он не туда смотрит Еще непонятно Рей Выходит И какой же жесткий У него АИ Без шансов Он тут толком даже выстрелить Не успел Игрокоманды Плэйн Дагз Не успешно До конца Ну и в принципе Бомба под Пелес Куда сейчас Очень пристально Смотрит Рей Попытаются Три игрока Сейчас в районе Точки Б Нашуметь Как можно Громче А вот эти Два супчики Должны ломануться В точку АИ Изо всех сил Поставить бомбу Залетает дымочек Ну и пока что Аркада откладывается Ну тут в принципе В точку Б Тоже не пустит Никого Как мы видим Два парня стоят На очень выгодных позициях Тут же моментальная Хелпаут Рубиналн Чекает андеграунд Чекает миддл Никого нигде Не замечает Рейн До конца раунда Будет здесь находиться Ну и вот я думаю Секунд через пять Уже что-то где-то Начнется Ой Рейн Как читает игру Как читает игру Рейн Да Кзай подходит Понимаешь что Тут Молотов Придется еще немного Отложить свой выпад Ну и Рейн уже Ближе к Пленту Находится А и вот он первый На шифте Выползающий супчик А бомба остается Соло в А-хаусе Остальные игроки Мы видим Ломятся в точку Б Неужели сработала Заготовочка Ну что Успеет ли вернуться Успеет ли вернуться Тапсон уже ставит бомбу Это слышит Да слышит Рейн прошивает Но не убил Но не убил Игрока команды Плейн Дакс В итоге все-таки С горем пополам Но получилось Получилось поставить бомбу Команде Плейн Дакс И почему-то все Все игроки ЛГБ убежали Хотя Атака там захлебнулась Ну и по большому счету Хелпы Такой прям Чтобы все уходили Давать Не нужно было Ну что же Два раунда Отделяет одну команду От другой Как мы видим Пошел закуп В нападении Они поднакопили Довольно неплохое Количество денег Даже он По тысячоночке С лишним Остается у двух игроков Так что Этот раунд Обещает быть Интригующим Киев Вышел в центр Я даже выстрела Не услышал Поли Его моментально Уработал Но к счастью Для нападения Тапсон его Разменял Еще одна серия фрагов Крисды прошивает Би Хаус Тут же мы видим Снова Очень сильно Остаются растянуты По карте Игроки Плейн Дакс Один под Пелсом Второй Би Хаус Третий в центре Да и вот Бомба упала Очень Невыгодно То есть Ее нужно А нет Бомба здесь Господи Перепутал Стороны света Зато Гзайн забрал Рубина И ситуация уже Три в три В принципе От АВП Тут еще можно Реализоваться Кайм Интересная точка Тут же мы видим Из-под андеграунда Выходит Крисби Ой слепой Крисби Кайм его зачекал И убегает Да убегает Безнаказанный В принципе Кое-какую информацию Собрала команда ЛГБ Крисби Уже На 12 хп Ну какой же Наглый Не побоялся Не побоялся Выходить Итого Это пошел врыв В точку А Раскидывает Крисби Тут же мы видим С КТ уже поднимается Кайм Бомба ставится В закрытую Синему Да Кайм Ой-ой-ой-ой-ой-ой Как его сейчас Спас Кирби Это жесть Зай почему-то вообще Никого не побоялся Такой боком КТ выпрыгивает Ставит Ну прямо скажем Повезло сейчас Команде Плейн Дакс Три игрока Очень биты Спиной Спиной Зайбест Почему же ты не стрелял Видимо не было инфы Что там все красные Поэтому Зайбест Просто прицелом Так провел По пацану Потом пока Поменял девайс Пока там Потоптался с ноги на ногу Уже было поздно Это четвертый раунд Для команды Плейн Дакс И давайте посмотрим На деньги Да деньги будут У ЛГБ Ну и по урону Борьба Борьба Такие довольно ломанные Графики В одном раунде Тащат одни В другом вторые Но тем не менее Вот по общей тенденции Впереди Опять таки Норвежская команда Ой извиняюсь Это не та кнопочка Киев Да Хватает у него денежек Мы побежали Бежали ребяточки Штурмовать Судя по всему Центр Да Два игрока в центре Один пошел Под точку БМ Тут же Довольно наглая Агрессивная игра От Кайма Двое на пленте Б Двое на один Миндл Пытаются ЛГБ сейчас Собрать инфу Зевес На КТ Ну вот отпустили Окно Ждут судя по всему Подсадки А в эту точку ЛГБ Рейн вообще В чистом поле Мы видим Стоит по центру А точки А Ну сюда Никто не пойдет Ну или по крайней мере В ближайшее время Так точно Раскидочка Ну что же Кладут Кладут и мы видим В окно Террористы И судя по всему После этого Будет попытка За спирт пушить Плент Б Давайте включим Полис Его АВП И скольких он Здесь сможет Сфотографировать На выходе Ну и в принципе Вообще Насколько эта точка Будет Рентабельно Полис смещается Как не вовремя А тут его уже смотрят А тут его уже чекают Игроки И нападение Да Киев Отработал на 200% И того бомбу Все-таки Заметили ЛГБ Зевес прячется за точкой Два игрока Уже в кичине Один На зиге И вся надежда На кзая Нет Чекнули спину ЛГБ Сейчас Скорее всего Этот раунд будет обречен Дают почему-то поставить бомбу Видимо на верочку Решили играть ЛГБ Да Спокойно Под тайминг Открывается Зевес Ну и вот Вот так вот На мажорной Для обороны Ноки Этот раунд И завершается В принципе неплохо В принципе неплохо Конечно немного ненадежно сыграл Полли Нужно было еще там Ну секунд 5 посидеть Он бы дал свой минус В итоге Дом Б вообще бы не вышел Но В принципе все остальные тиммейты Опять-таки Полли сделали все Хорошо Продолжаем смотреть за этой каточкой По-моему последние деньги Да У команды Playing Ducks Они снова Вроде бы в начале раунда Ломанулись под точку Б Потом развернулись Вот так вот И снова побежали Под яму Не думаю Что они там уж Как-то очень успели Нашуметь за эти 5 секунд И это Судя по всему Будет медленная разыгровка И Playing Ducks Будут стоять В закрытую Да Попытка выйти на шифтах И снова игра От ЭВП Судя по всему Пристоит команде Ой-ой-ой Из Германии Но тут Рейн Тут Рейн с КТ отрезает Видишь что там поменяли девайс Вторая попытка выйти Тоже заклёбывается Ну и в принципе Всю яму Останавливает Один Рейн Итого мы видим Остается Тапс Ну и в принципе Ему тут Ничего не светит Он пытается просто ворваться Волосы назад в точку А Мы его со всех сторон окружили Да Информации не было И это раунд для ЛГБ Но снова вроде бы и борьба есть Вроде бы Всё таки неплохо Для Playing Ducks Но почему-то полностью Вся инициатива В руках команды из Норвегии Ну и в принципе Там у нас ЭКО Как мы видим По закупу Playing Ducks Это будет двойное преимущество Для ЛГБ Если Что-то сейчас Вообще невероятное Не покажет нам Команда Летающие утки Вот это Раздача пирожков А парень на выходе Из ямы Моментально ловит Мы видим По щам Кив Я уже думал Он так-так с бомбой И пойдёт до конца Но нет Всё-таки взял Пистольчик Ну и в принципе Один раз удалось Конечно Обмануть Playing Ducks Своих оппонентов Но дважды Не получится Крадутся Крадутся Хитрецы Под план Б Но тут Зевес Тут Зевес Который Почему-то ни по кому Не попадает Лол Дал демеджи Не убил Но всё-таки Еле-еле Но разменялся В итоге бомба выпала И это восьмёрка Для ЛГБ Малой кровью Малой кровью Обошлось Для обороны Playing Ducks Ну ещё хотя бы два Ещё хотя бы два Нужно им Забрать в атаке Иначе уткам Будет очень-очень тяжело Два ВП Кстати Поли и Рейн Снова взяли эти девайсы Тем временем Это будет какой-то Фаст-выход В Плэнт А Давайте взглянем На приём от команды ЛГБ Рейн Ну тут в полёте Он не попал В итоге Его просто нашивают Мы видим Представитель нападения Второе ВП Вот этого не ожидали Уточки Как мы видим Поли открылся Очень хорошо Из-под КТ Тут же у нас на троне Ещё один игрок Обороны И что же Зажмёт по нему Или нет Да-да-да Даёт дэмэдж Даёт свой дэмэдж Игрок атаки Итого 2 в 2 Поли знает Что в плэнте Один пацан зажат Зевас ждёт выхода Из окна Игрок нападения В коннекторе Выходит Зевас реагирует Ох Какая же жёсткая реакция У него Должен добивать Должен добивать Там 20 хп Да Хватило всё-таки Патронов в магазине У бойца из Норвегии И это 9 раунд И снова Судя по всему Эко для Плейнг Дакс И всё что им остаётся делать Это цепляться Цепляться за 5 раунд В первой половине ЛГБ Не то чтобы прям Изи раскатывают Но Чувствуется Чувствуется Что эта команда Посильнее Напоминаю Что это Инферно онлайн Пантомера Квалификация Ну и в принципе Все прогнозы Сбываются ЛГБ Доминирует На протяжении Всех отборочных Туров Ну что ж Первый второй смок Залетел в Би Хаос Как мы видим Плейн Дакс Именно сюда направили Свой вектор атаки Начинается раскид В их исполнении Ну и понимает Понимает Зевес Что это будет поджим И мимо него И все бегут мимо него Минус 2 Минус 3 Зевес Собирай урожай Видите почему-то Тоже боком Это эйс Браво Зевес Сыграл чётко Ну конечно Это были пистолеты Но как-то так Все мимо него пробегали Игнорировали Пацана наверное Там справа игрок И все думали Что следующий Точно его убьёт Но не тут-то было Ну что Последний раунд Первой половины Последняя оружейка Для уточек Ну и в принципе Два ВП Настроены серьёзно Давайте посмотрим На то как они будут Открывать центр Пока никто По кому не попал Нет Всё забрали Крисби Тапсон 38 хп Отъезжает Ещё и он Ну не удалось Не удалось постануть Заняли центр хорошо Но на этом всё закончилось Мы видим буквально За 20 секунд Остаётся последний кив Ну и судя по всему Его уже тут сейчас Начекает Зевес Да Слышит под собой Игрока Понимая что Его тут не ждут И что Может быть это будет нож Эть Эть Та-та Та-та Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Зарезал Зарезал в последнем раунде Первый половин из ЭВа своего оппонента Пацаны тем не менее пишут Хорошая половина Гуд халп Пацаны, все хорошо Ну и у нас 11-4 ЛДБ Е-спорт сейчас буквально в нескольких шагах от того, чтобы победить Победить в этой квалификации Ну что же, немецкая-немецкая команда Поборолась, показала зубки Ну, снова вот в начале что-то вроде бы получается 3-3-4-3, что-то вот такое чуть-чуть, чуть-чуть, и, кажется, они захватят инициативу, но нет, на опыте. На скиле, мы видим, ЛГБ тащат. Пистолетка, пистолетка, которая может сейчас удастся. Да, агрессивный выход, пока тут пацаны с дымами, с хаешками, с флешками сидели, раскидывали их, просто про Аркадила. Немецкая команда, в итоге, тем не менее, размены продолжаются один в один, ситуация равная по живым игрокам. Кстати, все еще живой Крисби, его что-то здесь не нашли, но по нему все-таки прошла информация. Да, есть хороший минус, еще одна. Тушечка залетела от Полли, ну и ту 2 в 2, бомба ближе к Яме, нужно ее забирать, да, Рейн берет бомбу. Идет на троне пацана, 20 хп у него у самого остается, Полли. Полли вот 100 армора, 100 хп, еще и УЗ в руках, в принципе. На него, судя по всему, вся ставка идет, игрок с КТ-1. Ой-ой-ой-ой-ой, Полли, видимо, патроны закончились, не зачекал я этот момент, зато у Рейна есть 2 флешки. 40 секунд, ну, можно нам убежать было, но нет, на уровне вообще на скилле вышел Рейн. 20 хп, такое спокойненько, на стрейфочке. И это первая пистолетка для команды ЛГБ, П-90, ну все, побежали, побежали фармить сейчас. Норверцы, Плейнг Даг, наверное, уже потихоньку прощаются с мечтой о победе в этом квалификационном забеге. ЛГБ пятером ломает сейчас Би Хаус на приеме. Один игрок, ой-ой-ой-ой-ой, сейчас все будет очень-очень непросто. Да, все просто мимо него пробежали, вообще не ощутили никакого сопротивления. Пытается Киев выйти в спину, тут же дым его ожидают, да. Это только на паблике может работать, здесь команда ЛГБ не простила вообще. Плейнг Даг с 5 в 0 разнесли вообще под орех своих оппонентов в районе точки Б. Террористы тем самым заработали заслуженный 13-й раунд, ну и, в принципе, трюнька до победы. Разрыв колоссальный, еще одно эко нужно делать, Плейнг Дагс. Ну и ЛГБ, наверное, тут уже все в пятером А в пятером Б, просто беги, стреляй, уничтожай. Кричат в своем тимспике, под балкона прячется один игрок и еще один парень по тронам, но нет. Зажим от Зевеса и правого убил, и левого, нет, правого Рейн убил, но без разницы уже, я думаю, для команды Плейнг Дагс утки, судя по всему, сейчас улетят. Улетят очень далеко на юг, потому что это 14-й раунд для ЛГБ. И с такими темпами карта это закончится очень и очень быстро. Напоминаю, первый у нас бой был на кэше, там 16-6 проиграла команда Плейнг Дагс, но, видимо, на Мираже все еще хуже. Ну, в принципе, конечно, два раунда, там 16-4, 16-6, разница не велика, да и тем более сейчас закуп у обороны. В принципе, счет по игре вот ЛГБ, выглядят сильнее, поэтому все у них хорошо. Ну что же, Зевес с бомбой, такой первый почему-то он идет с бомбой. Под флешку попытается выйти в яму, мы видим, это будет агрессивный выпад именно в плен, да. Да, Крисби на балконе в упоре, куда, куда смотреть, чтобы не ослепило, говорит Крисби. В итоге, префайр его не задевает. А тут уже игроки на самом деле готовы штурмовать плент. О, хаешка под самого себя, вот это рубина-то грубина, развалилась атака, бомбу поставили, но на этом пока что все, да. Крисби все сделал четко, хаешка почему-то залетела абсолютно не туда. У бойца команды ЛГБ, и того все-таки пятерочку забирает Плейнг Дагс. Ну, возможно, удастся набрать больше раундов, чем на первой карте этому коллективу. 14-5, и денежки есть и у одной, и у второй пятерочки игроков. Кстати, по-хорошему даже еще на один раунд может хватить ЛГБ. Если они кого-то убьют или поставят бомбу, я бежу 3000 рубина, ну, галички какие-нибудь, или без второго армора, ну да ладно. Полли решает брать БК за рога, берет свой козырный туз и начинает доминировать, мы видим, уже с АВП. Возвращается парень Дигги назад, тут же одно ХП у Кирби, и вот это мистер везунчик. Мистер Лакер 2015 с одним ХП еще тут как-то выживает. Стоит на приеме, в принципе, ЛГБ уже дали первый минус, накоцали очень серьезно еще двоих бойцов. Обороны, ну и вся надежда, наверное, на Тапсона, который сейчас может выйти в спину. Своим оппонентом начекать бомбу, при хорошем раскладе даже забрать бомбу. Ну, давайте смотреть. Тапсон на пятки наступает своим оппонентом, погибает Крисби, ой-ой-ой. Нужно что-то делать, слишком медленно все на шифтах идут, он так и не догонит сейчас никого, там три пацана. В коннекторе один на шорте. Ну что же, Тапсон, хоть кого-то, хоть кого-то надо убить. Ай-яй, ай-яй, и все уже разбежались, ну вот, одного нашел. По нему есть информация, бомба стоит, ситуация 3-4, при этом у Кирби одно хп, все, Тапсон развалился, Кирби плюс. Кзай вдвоем, ну, нет. Хаешки накрывает, мы видим Кирби, и того ситуация 1-3, и без шансов Зевес выход джангла контролит. На все 100%, 15-5, поехали уже чемпионши-поинты для ЛГБ, и они всего лишь в одном раунде, чтобы выиграть эту Инферно Онлайн Пантомера квалификацию. В принципе, все к этому и шло, полуфинал 2-0, финал мы видим уже 15-5 на второй карте, при этом выиграли кэш со счетом 16-6, и какого-то запала, какой-то жесткой борьбы не получилось. Все-таки Плейн Дакс оказались сегодня не в лучшей форме, хотя вот в полуфинале боролись очень бодренько против финнов, и допы были, и три карты, вытащили там заслуженно, но мы видим уже с такими жесткими пацанами из ЛГБ, у них все становится абсолютно по-другому. Ну и вот сейчас 2-3 на карте. КМ, конечно, битый, но посмотрим, помешает ли это ЛГБ победить в этом раунде. Ну, точка Б, кстати, вообще пустая, то есть угадывают. Опа, опа, ох, хорошо вышел Кирби, а он ощупал КМ, а тут уже 2 пацана в Би-хаусе. Кирби увидел, понимает, что это будет выход, сжмет по второму, не довел прицел, это будет Плэнт и вся надежда. Плейн Дакс сейчас в руках этого парня с его Фамасом. Ну что же, выход 1-2, дым в окно. Попытается рисковать, да. Выпрыгивает в окно Крисби. Ой-ей, начекал, но не убил. Не хватило немного има Крисби. Итого, это у нас статистика. 2-0 по картам, 16-5 и 16-6. Завершается у нас эта баталия, и я поздравляю команду ЛГБ Е-спортс. Норвежцы праздную сегодня победу. Они заслуженно, заслуженно получают слот в этот чемпионат. Ну и, в принципе, квалификация на этом заканчивается. Спасибо, спасибо, что смотрели. Первые карты были и по техническим причинам не очень бодренькие. Половину мы пропустили, но зато вот начиная со второго полуфинала, все было, так сказать, на уровне. Еще раз поздравляю, ЛГБ на сегодня трансляция заканчивается. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Испортбетс.com Сервис, где геймеры ставят реальные деньги на виртуальные события. Только здесь лучшие коэффициенты и самый широкий охват игр от Доты 2 до Хардстоуна. У нас зарегистрировано более 200 тысяч пользователей. Присоединяйся, докажи, что ты лучше всех разбираешься в киберспорте. Кто сделает феррт-плат, кто заберет первого Рошана, кто выиграет на живой раунд. Участвуй в гонке предсказателей и зарабатывай реальные деньги. Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испортбетс.com Живой азарт и холодный расчет. Субтитры создавал DimaTorzok